Доброго дня! Доброго дня! Добрый день! 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 Сене это сделаем, но, как нам говорит Лидия Александровна, которая является художественным руководителем, и она как раз является и мамой Ксении Михайловны, она говорит о том, что в своем участок ответственности, даже совместного, мы все отработали. И у нас глубокая работа в хоре ведется. Юлия, ну ваши какие-то ощущения как хормейстер, как человек, который все это видит изнутри и готовится? Вы знаете, у меня ощущения такие, что концерт у нас тематический, посвящен Милославу, но дело в том, что Волжский хор же, он растет, он взрослеет, но взрослеет тем, что нам прибавляются года коллективу. И, соответственно, приходят новые голоса, новые люди, мы продолжаем свое творчество, и, соответственно, что мы должны сохранять традиции Милослава, мы должны обязательно вспоминать и держать в своем репертуаре те произведения, которые он создал во времена своего управления коллективом. Но Милославов, это еще и те произведения, которые создаются сейчас, в наше новое время, нашими новыми композиторами, потому что мы их, конечно, берем, мы им обрабатываем, их обрабатываем, но сохраняем обязательно манеру исполнения. Вот тот строй, который был заложен Петром Михайловичем, основа всегда остается одна, но она новая. Ну, а вот, как вы думаете, с детьми сложно, несложно работать, вот именно, если говорить о творчестве, взаимодействии? С детьми работать очень интересно, потому что коллектив «Голоса России», к счастью, я знакома давно с их творчеством, они помогли мне очень в моем формировании как музыканта и как дирижера, когда я еще училась в Академии культуры и искусств, потому что в этом коллективе были созданы прекрасные учебники, музыкальные сборники, в которых собрания наших бабушек и дедушек, расшифрованные песни, и сейчас мы данный музыкальный материал, конечно, пользуемся им и перекладываем полностью на хор. Ну, а вот 21-го, конкретно, вот если говорить о программе, о наполнении, чего ждать? Вот если люди сейчас нас смотрят, они же наверняка, кто-то уже купил билеты, кто-то думает, если они еще есть, конечно, я не могу эту информацию обладать. Вот что интересного такого покажете, расскажете, споете? Интересно то, что будут представлены различные произведения, и не только народные, но и современные композиции, которые переложены для народного хора, а также, конечно, синтез исполнения профессиональных певцов и детских голосов это тоже всегда интересно и как-то так ново. Понятно. Ну, вот с нами сегодня еще один человек, солист хора, который, мне кажется, своими, может быть, мнениями тоже поделится своими эмоциями, Станислав, ну, расскажите о своей функции в хоре, как давно вы, собственно, вы... Дело в том, что в коллектив я пришел достаточно недавно, буквально меньше года. Так получилось, что из сферы искусства я в свое время по некоторым причинам выпал после окончания института, но зов души никто не отменял. Потянуло. Да, и, безусловно, я где-то в глубине чувствовал, что я обязательно вернусь к этому, поскольку я вырос на Волге, хотя и не в Самарской области, а в Саратовской, но эти волжские песни я слышал с глубокого детства и, естественно, я их впитывал. Ну, вот у меня вопрос такой. Ожидания от хора, который вы себе рисовали, может быть, думали, и о действительности, реальность, они совпали? С коллективом в целом я знаком очень давно, со многими людьми я учился в институте. То есть родные лица? Да, безусловно, но для меня было приятной неожиданностью, когда я пришел на очередной концерт, я увидел, что коллектив молодеет. Вот Елена совершенно верно сказала, что прибавляется только года коллективу, но коллектив молод душой. И для меня это было, безусловно, приятно. Очень понравилось то, что картинка стала более яркой. В том числе и за счет новых костюмов. Хор перестал быть статичным, каким я помню его. Там такое шоу, если кто еще не был ни разу. Экшн-шоу, называйте как хотите. Безусловно, это стало очень ярко, и поэтому впечатления были, безусловно, приятные. У вас какая функция в понедельник, в 21 числа? Что будет, может быть, с вашей стороны в концерте? Безусловно, я не могу называться в полной мере солистом, пока, в силу небольшого опыта, так скажем, работы в коллективе. Начинающийся. Да, начинающийся. Подающийся надежды. Большие надежды. Начинать когда-то, безусловно, нужно. И мне были доверены несколько сольных партий в некоторых произведениях. Зритель увидит, оценит. Ну, это было уже и до этого. То есть, это не только начинающий солист, участвуешься первый раз. И у нас в концерте солистов ты принимал активное участие как солист. И много где. Мы очень сильно экспериментируем по поводу всех новых. И, ребята, мы даем им проявиться. И большая работа, конечно, хормейстеров заключается в этом. Потому что мы очень хотим, чтобы у нас было созвездие, как мы и называем. Ну, здорово. Потому что мы уже говорили о теме, что люди приходят, молодежь приходит. Продолжается эта тенденция? Конечно. Вот, допустим, сегодня к нам пришло три прекрасных человека. Серьезно? Три музыканта, девушки, совершенно с разными голосами. Но они потрясающе поют. Хотят петь в коллективе. Ну, это было сегодня прослушивание. Вот как раз буквально перед выездом сюда. Вот это да. Ну и как? Это очень радует. Нет, там многие приятно поразили. Одна девочка. Хорошие голоса, крепкие. А одна, вот, Виталий Николаевич, не даст соврать, что очень хороший голос. Чистый, серебряный, мягкий и брально окрашенный. Ох ты, вот это такую характеристику-то получить вообще дорогого стоит. Нет, это говорит о том, что, правда, к нам идут сейчас люди, и грех жаловаться. Это очень отлично, потому что какое-то время были разговоры о том, что кадры эти закончились уже давно, и ничего не готовят. Я не помню таких разговоров. Нет, ну, в нашей среде они чаще, чем в вашей. Понятно. Поэтому и был какой-то голод, можно сказать. Слава Богу, что сейчас... Нет, там есть задачи, конечно, которые и мы должны решать для того, чтобы этих людей удержать. Но хотя бы они появляются. Вот. И сегодня мы очень были приятно удивлены прослушивать. Здорово. Ну, я хочу приятно удивить и наших телезрителей, в том числе. Предлагаю посмотреть, мне кажется, очень интересный номер, «Самарские припевки», так называется это исполнение. Предлагаю посмотреть и вернуться в студию потом. «Самарские припевки» 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 Но мы все равно пошли на это, потому что красота произведения и аранжировка, и музыка, она все это компенсирует. Но это все в первую очередь, конечно, из-за кромов. Мне кажется, у вас там столько всего еще? Очень много. Ну и, конечно, будут новые произведения, созданные именно уже в 21 веке, новыми композиторами. Мне кажется, это как раз-таки вот то самое и хорошо созвучное, и ложится друг с дружкой. Интересное сочетание. Да, старое, но а насколько старое? Вот какие года? Есть какие-то? Самое-самое-самое старое какое-нибудь? Оно как 60-х, да, насколько я понимаю? 60-х, да. То есть полвека как бы назад звучало, пели, подпевали. Просто не хочется называть эти произведения, потому что должна быть же какая-то... Не, на самом деле, должна быть загадка. Мы с удовольствием об этом рассказали, но лучше это увидеть на концерте. Лучше не один раз увидеть и не один раз услышать. Не один раз услышать. Понятно. Ну, друзья, 202-11-22, звоните, пожалуйста, будем рады вашим звонкам. Не стесняйтесь, потому что мы обязательно поговорим и о детском наполнении. Это совсем скоро произойдет уже на второй части нашего эфира. Я думаю, что будет интересно, потому что гости добирались. Не скажу, что из далекого далека, но все же приехали рассказать о том, что же, какие они свои эмоции и впечатления вкладывают в этот концерт, который пройдет 21 числа. Станислав, ну вот вы как новый человек, я так понимаю, все равно же смотрите, как коллеги что-то там готовят, как вы сами готовитесь. Выходили уже на сцену. Есть ли вот каждый раз какое-то, может быть, волнение, я не знаю, смущение? Может быть, какие-то есть у вас ритуалы выхода на сцену? Дело в том, что волнение для артиста — это абсолютно нормальное явление. Гораздо хуже, когда его нет. Это уже не артист. То есть, а, как пойдет? Да, это как тот Вовка в тридевятом царстве, и так сойдет. Такого нет? Это все видно из зала сразу таких людей. Видно, серьезно? Понятно, что сразу чувствуется. Очень радует, что в данном коллективе таких людей нет еще с тех пор, когда я наблюдал его как зритель. И в данное время, когда я уже влился в этот коллектив, я вижу, что равнодушных людей в этом коллективе нет совершенно. Безусловно, работа в Волжском хоре стала для меня определенной новой вехой, определенной отправной точкой и, безусловно, хорошей школой. Как для артиста, как для солиста и как для вокалиста, естественно. Ну, не пожалели, что вернулись в такую творческую среду? Нет, конечно. Я в жизни ни о чем не жалел еще. Хороший лозунг. Не надо никогда ни о чем жалеть. Друзья, ну что, предлагаю сейчас вам подготовиться к тому, что у нас будут гости из Сергиевского района, поселка Суходол. Станиславом прощаемся с Еленой Натальем. Нет, но я думаю, что интересно будет впереди. Не переключайтесь. В Самаре можно познакомиться, ну, хоть угодно в лагере, там, на работе тоже самое, да просто даже на улице или на остановке. Думаю, на Самарской площади. Служно сказать. Наверное, на танцах. Я не могу это сказать, потому что я замужем, я этим как-то особо не практикую. В Самаре можно познакомиться в фитнес-клубе. Можно познакомиться, я думаю, что на работе, да, в объединении людей. Но в любом случае можно увлекаться различными хобби, да, там, ходить на рисование, ходить на цальсу сейчас это очень популярно, ходить на английский язык, на обучение различные, там, курсы. И где-то что-то, я думаю, выстрелит обязательно, особенно если это судьба, то 100%. Набережная, а также театр, оперы, балеты, то есть культурные какие-то искусства. Парки, клубы для тех, кто молодые, там, в клубах, больше я не знаю. На набережной, в клубе каком-нибудь, в кафе, в ресторане. Ну, и даже не знаю, я познакомилась по объявлению. По объявлению, расскажите. Ярмарка Плюс. То есть вы объявление нашли? Да. И как, это страшно было? Да нет, просто позвонил он мне, еще встречу назначил и познакомилась вот с ним. С ума сойти. Интересно, где. Ну, если учишься в институте, значит, в институте. Ну, если в школе тоже, бывает, и в школе первый львов встретится. Ну, такая юношеская, я имею в виду. Ну, а, в общем-то, возможно, даже на производстве. Я не знаю, везде. Я не знаю, вопрос такой странный. Ну, что, продолжается наш эфир, и с большим удовольствием я представляю вам наших следующих гостей, и давайте знакомиться. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель образцового ансамбля народной песни «Голоса России», лауреата всероссийских международных фестивалей и конкурсов, Лидия Александровна Фечина. Здравствуйте. Здравствуйте. И с нами также здесь солист к ансамбля Виктория Лошаева. Вика, здравствуйте. Ну, ваша фамилия действительно гремит на всю Россию, на весь мир. Ну, я думаю, что тут, правда, действительно, без преувеличения хочется вам говорить приятные слова. Как так вот получается-то, что все потихонечку, на большие сцены, именно на Самарске, с удивительными артистами вот такая вот идея родилась? Ваше отношение к этому? Ну, мое отношение просто замечательное. Можно сказать, что это вообще мечта наша. Вот Виталий Николаевич сказал, что Ксения – это дочь моя, да, у нее это созрела идея очень давно. Вы понимаете, у нас школа народного хорового пения в Суходоле, в селе, где театров, в общем-то, нет, ничего нет. Ну, я бы хотела вернуться в историю, когда еще сама девчонкой была прослушана, скажем так, волжский, государственный волжский русский народный хор. Тогда еще не был он имени Петра Михайловича Милославова. И не застала я тогда, это был 75-й год, Петра Михайловича, когда он работал с хором, но я застала, он был консультантом. Мне очень повезло. И вот, наверное, оттуда это все. Ну, а если еще копать глубже, то это вообще из детства, из далекого, когда ходила по горам у себя там, поселок Семь Ключей, Соклинский район, и вот пела эти песни народные, слушала Зыкину Людмилу Георгиевну, и все это воплощала сама. В общем, все делала сама. Ну и, наверное, вот логически завершилось это создание отделения народной хоровой пения в Суходольской музыкальной школе, ансамбля, концертного уже ансамбля, скажем. Так нам в следующий год нам 25 лет ансамблю. Ух ты, будет юбилей какой масштабный. Да, но я хочу сказать, что сейчас вот этот состав, это новый совершенно состав, потому что те дети, которые приходили, вот Ксения, это первый выпуск, они заканчивают, уходят. И, знаете, здорово то, что у детей, вот у сельских ребятишек есть такая возможность поучиться у такого прославленного коллектива. Это вообще просто супер. И есть возможность не только поучиться, а поучаствовать с ними вместе в концерте. Спасибо большое руководству хора, лично Виталию Николаевичу, конечно. Огромное спасибо и вам, и Ксении. Просто, что он откликнулся вот на такой наш призыв и приехал к нам сам, и мы поговорили, пообщались, и, в общем-то, они нас выслушали. То есть вы смотрели какое-то выступление? Да, конечно. Конечно, мы, дети, очень волновались, мы показали программу свою, и так получилось, что обоюдно, в общем-то. Да, и слава богу, наши все желания совпали. Да, совпали, но мы учимся. Мы маленькие, мы еще учимся. Ну и, конечно. У вас пять лет, вы услышали? Да подумаешь, все это. Нет, это все равно учеба. Поэтому впечатления самые потрясающие. Я всех приглашаю, приходите, будет здорово и интересно. Это же дети, это наши дети. Я говорю то, что есть такая возможность, понимаете, на фоне всего, что происходит, да, нашим детям удивительно повезло. Они могут сохранить, научиться спасти русскую народную культуру. Это очень важно. Ведь самое главное вот то, что вот эта вот русская народная культура и песня, она формирует человека. А тем более с юности они начинают приобщаться и к колыбельным, и к быту. У нас есть музей свой, где вот если идут занятия постановкой голоса, мы их приглашаем в этот музей, чтобы вот просто погрузились туда. И максимально точно передали, может быть, атмосферу, эпоху вот того, что было. И плюс еще здесь Волжский хор вот нас так поддержал. Ну это вообще просто супер. Я не знаю, не понимать этого сейчас, мне кажется, это может не понимать только человек, которому просто все безразлично. Но нельзя быть безразличными вот к своему народу, к своей земле. Ну только так, наверное. Гика, давай рассказывай, как идет подготовка. Подготовка идет хорошо. Мы уже готовы. Порально готовы? Да, мы уже очень хотим выступать вместе с Волжским хором. Это для нас такой прям концерт, к которому мы очень хотим попасть. Как давно ты занимаешься? Я в этом году заканчиваю музыкальную школу. Я в пятом классе сейчас, ну, пять лет. Ну и как вообще ощущения? Ты на таких больших сценах уже выступала? Да, на таких сценах выступала, да. Ну, это очень волнительно. Это... Но когда выходишь на сцену, об этом уже забываешь и хочешь отнести все людям. И как бы ты стараешься ради людей. И уже поешь, как бы через душу, и все получается. Поют через душу. Интересно, надо запомнить. 202-11-22, телефон прямого эфира. У нас есть несколько фотографий ансамбля «Голоса России». Я предлагаю посмотреть то, что, как говорится, есть в социальных сетях. Я перед эфиром прямо-таки нашла несколько, чтобы вы посмотрели, насколько они действительно разные, насколько они яркие и насколько вообще... Это же вы? Это не вы? Нет. А я нашла в социальных сетях ваши фотографии. Дальше будете точно вы, потому что мне кажется, что это было выступление... Может быть, совместное какое-то концерто. Совместное, да, выступление, совместные концерты. Это как бы есть большая красивая группа ВКонтакте, как раз-таки посвященная «Голосам России». Рожденное в сердце, да? Да, это, видимо, Рожденное в сердце и показывает общий вот этот план. Да, вот где-то там, по-моему, и там где-то и будет. А сколько вот вообще, если за 25 лет, выпускников насчитать? Ой, много. Вот в этом году я сейчас не подводила еще вот эту статику, скажем так. Но хочу сказать, что в этом году пришли две мои ученицы еще. Они закончили Саратовскую государственную консерваторию, вот именно народный пенни фольклор. Я так рада этому. Пришли в школу, то есть дело продолжается, и набор у нас продолжается. Конечно, чем больше вот таких вот, скажем так, детей, которые занимаются вот своими прямыми, и вообще и взрослые дети вот этими, тем, что мы внедряем вот русскую культуру. Хотя это слово я не люблю. Как это внедрять, когда это с молоком матери должно быть? С колыбели, наверное. Ну вот вынуждены сейчас этим заниматься. И еще раз говорю, огромная благодарность Волжскому хору, потому что они понимают это. Такой коллектив замечательный, потрясающий. А сколько композиций вы готовите? Композиции? Ну, наверное, программа может быть лучше. Программа. Ну, у нас, знаете, у нас и учебный процесс идет, и плюс еще вот мы сейчас это готовим с Волжским хором. Вы имеете в виду про концерт? Да, про концерт я хотела. А, про концерт. Сколько, да, произведений в концерте. А, произведения мы будем петь, получается, три или... Нет, а почему я должна творить? Это секрет? Нет, не нужно, не нужно. Никак у меня не получается. Да, обращаю все-таки не буду. Нет, я... Правильно. Каждый номер логично будет вытекать из каждого номера, поэтому будет все интересно. Они приходят и посмотрят. Это же так интересно на ребятишек даже посмотреть. На Волжский хор. Вместе, слитность такую, что получится, ну, первый раз. Я так понимаю, костюмы уже гладятся, косы будут заплетаться, прически продумываются, костюмы продумываются. Все у нас тоже. Ну, на нашем, конечно, может быть, детском таком уровне. Но, тем не менее, не поют сложные программы, тоже песни поют, несмотря на юный возраст, 12 лет, там, от 9, 9, 10, 11, 12 лет. Хотя, наверное, присоединятся Виталий Николаевичи студенты эти. Они мне звонят. Как мы хотим в таком мероприятии участвовать. Надо кастинги проводить. Да, ну, в общем, я думаю, что будет очень интересно. Еще раз говорю, приходите. А вот мы сейчас посмотрим фрагмент выступления вашего. Где это было и что за композиция про солдата? Ну, давайте. Давайте посмотрим и потом расскажем нашим зрителям. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Казалось бы, любительская съемка, но все равно ясно, понятно, что люди, которые стоят на сцене, как нам Вика сказала, через душу поют, душой поют. Лизия Александровна, расскажите, что это за выступление? Это был фестиваль, объявленный Николай Иванович Меркушкиным, рожденный в сердце России, посвященный 70-летию Победы в прошлом году. Это выступление нашего и ансамбля, вот как раз мы принимаем участие в Сельгинский район, каждый район отчитывается на этом фестивале и, естественно, мы тоже не можем стоять в стороне от этого события. Конечно же, мы в глубине, прямо там и сейчас мы уже готовимся, который состоится, этот фестиваль состоится третий уже, 1 октября. Также в оперном театре, по-моему, театре оперы-балета, и вот мы тоже еще и туда готовимся. То есть у вас прям работа кипит? У нас вот очень много работы и очень много детей, которые приходят. Знаете, у нас идет даже вот борьба за костюм. Вот это мой костюм, ушли там, а это мой костюм, это моя, это песни вот. Ой, это пела вот это у нас Лиза Алякина, она сейчас в Саратове. Это я буду петь. То есть вот это вот у нас, я так счастлива тому, что дети вот именно так относятся. Самое главное, что это было на уровне хотя бы конкуренции, но здоровой. Нет, это здоровой конкуренции. Не такое вот там бредничество или чего-то еще. Они стараются это петь лучше. Вы знаете, это вот я называю лечить душу. Сейчас особенно. Как можно вообще вот, не слушая вот песен, вот Волжский хор, мы просто должны гордиться тем, что у нас на Волге есть коллектив. Почему я, не знаю я правду скажу или нет, но в свое время, это 74-й год, 75-й год, ведь не по Волжье большой регион, но не в каждом городе есть такой коллектив. Вот Волжский хор представляет, так сказать, лицо по Волжье. И каждый город, я знаю, что Волгоград, по-моему, мечтал взять к себе этот коллектив. Серьезно? Да, хотели сделать базу именно в Волгограде. Была такая история о том, что по Волжье это много городов, которые идут вдоль Волги. И где будет базироваться именно хор, это решалось-то не в Самаре. На уровне выше. Да, и слава Богу, на самом деле, что это, видите, решили, что Самара достойна этого. Ну, по-другому, мне кажется, не должно быть. Вот этим надо гордиться и сделать все, чтобы этот коллектив действительно был лицо Волги. Но у нас ответственность еще соответствующая. Лицо Волги, да. Лицо тоже, какие годы, сколько лет. А вот у меня вопрос такой. Понятно, что народные песни, русские песни. А у вас как сейчас с мужчинами-то в коллективе? Идут мальчики? Мальчики идут. Вот у нас там здесь небольшой был состав. У нас есть еще первый, второй, третий класс. Это малышки, как я говорю. Это и пять лет вот сейчас у нас подготовительная группа. Пять, шесть, семь. Вот как-то так. Это сорок человек с лишним. Вот у нас, как они все приходят, это что-то. Идут, конечно, и там мальчиков. То есть бывают периоды, что мальчиков много, бывает, что их как бы... Дефицит. Ну, не дефицит, но в принципе, да, маловато. Ну, как-то мы, знаете, сам главное, дети. Мальчики, девочки, они приходят. Здесь вот почему-то разделения такого у меня нет. Самое главное, идут и родители идут. И у нас проходят академические концерты, скажем так. У нас в школе для родителей, для ветеранов, может быть. То есть большая работа, конечно, идет. Потому что, ну, что еще сейчас? Все думают о России, а о нас о всех. Голоса России должны думать о России. Да, и это название, знаете, обязывает. Почему? Потому что ответственность большая, несмотря на то, что детский коллектив и репертуар, и вообще воспитание. Полурок уходит на воспитание. Сначала вот его погружаешь, с ним говоришь. Потому что по-другому нельзя. Со всех сторон нужно. Со всех сторон. Постабно. Да, с детьми в этом плане очень аккуратно. И физиологически еще голосато, в общем, чтобы, не дай бог, там что-то, чего-то. Ну, слава богу, вроде бы все нормально. Ну, в общем, вот так. Мы вот у Вики сейчас спросим. Вика, ты как свое дальнейшее будущее видишь? Я, я хочу поступить в музыкальное училище, либо в консерваторию, где учились, ну, выпускники нашей школы. Вот, да. То есть видишь себя артисткой? Да. Серьезно? То есть прям вот никаким не врачом, например, не учительницей, артисткой? Да, хочу. Ну, посмотрим. 21 числа, друзья, если вдруг у вас есть замечательная компания, сходите, как-то, я не знаю, проникнитесь этой настоящей традиционной культурой, этими не стареющими и не выходящими из моды никогда хитами и действительно теми композициями, теми произведениями, которые пишутся сейчас в наши дни, как сказали наши гости. Давайте расскажем, где, во сколько, как и, собственно, что, Виталий, вам так ответственно. 21 сентября, 18.30, театр оперы и балета. И это будет программа, посвященная, у нас она каждый год проходит, посвященная дню рождения основателя коллектива Петра Михайловича Милослава. Я еще раз говорю, надо прийти и посмотреть, вы, наверное, услышали, что вот когда сейчас рассказала Лидия Александровна о том, о методах работы, да, и мы это, поверьте, до того, как увидели коллектив, ну, перед просмотром, мы еще переговорили. Вот то же самое, Лидия Александровна, конечно, в гораздо большем объеме у нас мы располагали большим временем, рассказала об этом. Поверьте, наш выбор, то уже мы выбирать ничего не могли и отказать в этом не могли. Только прийти, посмотреть, друзья. Только прийти, посмотрите, поверьте, я думаю, идеологически и, ну, опять же, творчески это все должно быть интересно. Такие усилия, они не проходят даром. Мы думаем, мы эту всю энергетику передадим зрителю. Это стоит увидеть. Друзья, спасибо вам большое за то, что были у нас сегодня в гостях. Вам удачи, творческих успехов. Ну, а вас, друзья, еще раз приглашаем 21 сентября, Театр оперы и балета на концерт. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Мисс Пафос». Город Самара, улица Гагарина, дом 60. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин